Все военные почести сегодня одному человеку. Борис Журавлёв первым из дончан участников спецоперации попал в серию марок Герои России. Вот только отряд этот составляется из бессмертных. Так что после гимна минута молчания. Борис Журавлёв из Багаевского района был профессиональным военным. Участвовал в компаниях на Северном Кавказе и в Сирии. А 24 февраля 1922 года отправился на СВО. Но воевать выпало недолго. Уже 8 марта в бою замкомандира разведгруппы отдельной гвардейской бригады спецназа взял на себя командование за убитого командира. Несмотря на контузию и тяжелое ранение, до последнего сдерживал противника и прикрывал сослуживцев, пока не был убит выстрелом снайпера. Ценой своей жизни спас шестерых товарищей. Одноклассник Максим Лукьянов до сих пор не верит, что Бориса больше нет. На родине это была троедия, потому что, во-первых, это и парень молодой, тем более он только женился. У него родился только ребенок, дочка родилась. Прошло буквально дочке 4 месяца, она, по сути, отца не видела, только родилась. И в последний уже раз, когда он был в командировке, он обмолвился, что так не хочется никуда уже в отпуске, так не хочется никуда уже ехать, хочется побыть в семье. Ну вот сказал, последняя командировка, я остаюсь дома. В зале с одноклассниками и учитель математики Татьяна Бурачевская, ныне директор отрадненской школы, где Борис учился и которой теперь присвоено его имя. Борис у нас был очень совестливый, ответственный мальчик, душа компании. У нас мемориальная доска есть, парту героя мы открыли и музейный уголок в памяти Борису. И у нас еще один парень погиб тоже, то есть им создан музейный уголок. Они были в одной части. Когда мы открывали мемориальную доску Борису, в этот именно день погиб Евгений. Имя героя носит и юноармейский отряд. Для этих ребят Борис Журавлев – гордость и пример для подражания. Я уже год как обучаюсь в юноармии, и мне все нравится, и я хочу похож на Бориса Борисовича Журавлева. Гасить первые марки доверили начальнику Организационно-мобилизационного управления ЮВО, представителям Следкома военного округа и Почты России. На специальном штемпеле впервые город Ростов-на-Дону. Дата 23 января. День рождения героя. И годы жизни. Сегодня ему должно было исполниться 45. Таких марок выпустили 60 тысяч. 16-го спецназа героинский погиб, но сделал главное. Отвел беду от своих боевых товарищей. Его подвиг – это привет для нынешних защитников южных рубежей России. Марки уже выпущены в обращение, и теперь вся страна, а где-то и другие страны узнают о Донском герое России – Борисе Журавлеве. Марина Черных, Николай Кубышкин, Перворостовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова